Я вас витаю на канале Наталья Зимна, видеохостинга YouTube. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые телезрители. Я знаю, знаю, как с нетерпением вы ждали выхода в эфир очередной нашей встречи. Очередной программы на заданную тему, потому что сегодня пятница, заключительная пятница месяца. А это значит, что уже на протяжении где-то 15 месяцев мы вместе трудимся в этот день в прямом эфире телеканала «Няполь» с президентом всеукраинского общества «Зеленая планета» Натальей Зимной. Добрый вечер, Наталья Петровна. Доброго здоровья. Добрались, нормально? Да, конечно. День тяжелый, напряженный. Сколько пациентов сегодня было? Около 300. 300? Был рекорд около 200, вы нам рассказывали однажды. Ну что ж, очередная встреча на телеканале «Няполь». И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 52-00-03, пожалуйста, звоните, подключайтесь к нашему диалогу. Наталья Петровна, в одной из газет, я, кстати, покажу еще раз нашим уважаемым телезрителям, это свежий номер, спасибо вы принесли сегодня в нашу студию. Я надеюсь, многие уже подписались на «Зеленую планету» от Натальи Зимной, много очень ценных советов. Вот в одной из них написано «Почувствуйте на лице свежесть чистого весеннего воздуха». Он действительно такой, чистый и весенний, отличается от зимнего? Да, он теплый, он ласкает, он обнимает, он целует, как хотите. Каждый человек, особенно женщины, они умеют чувствовать, они умеют представлять и себя представлять тоже этому весеннему ветерку. Ну что, Наталья Петровна, весна идет, весне дорогу? Весна идет, и мне так много хочется сказать и женщинам, и женщинам, и мужчинам. И вот начнем сначала по сходу солнца. С примулы? С примулы начнем. Примула на ваших экранах, друзья. Первый цветок, да. Обратите внимание, пожалуйста. Первый цветок примула, божьи ручки, ключи от рая. Ну, называют по-всякому это удивительное растение, которое зацветает одним из первых. И все знают, что у двух листочках этого растения полностью суточная доза витамина С. Но я сегодня не о витамине хочу поговорить С, хотя витамин С нужен каждому человеку каждый день, потому что он каждый день сгорает, вот, и энергию надо брать человеку откуда-то. Это все равно, что дрова подкидывать в огонь, так и витамин С для организма нужен. Детям витамин С, женщинам витамин С, а мужчинам это лечение предстательной железы. Значит, набрать надо листочков и одна столовая ложка хорошо измельченных листьев, заварить одним стаканом кипятка, настоять час и по четверти стакана четыре раза в день. Это до тех пор, пока разовьется береза. Как только разовьется береза, мы уже примулу или первоцвет этот оставляем. Здорово. Уже мы курс лечения прошли. И берем листья березы. Листья березы, можно даже две столовых ложки. Или же хозяйка кладет в салат листья березы, они очень вкусные. И при том салатик, вот любые овощи, фрукты, но мы еще поговорим. Мы поговорим об этом. Да, поговорим. Взять любые овощи, фрукты и добавить туда столовую ложку листьев березы. И вы понимаете, не надо ничего. Может быть, чуть-чуть подсолить. Там и горчинка, и перчинка, и все. Вроде бы поклали туда горчичку такую нашу, русскую, не ту какую-то там заморскую, а нашу. И салат стал настолько вкусный, настолько аппетитный и немножечко пикантный. Потому что там есть листья березы. Мужчины, которые употребляют вот месяц, в течение месяца листья березы в салатах или в чае, или просто заваривать, никогда не болеют на простатиты. Ну и потом это надежная профилактика аденомы. Ну да, а некоторые мужчины, к сожалению, витамин С другой. Знаете, как шутят? Яйце, сальце и маслеце. Да, лучше используйте рекомендации Натальи Земной. Есть первый звонок. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, с помощью каких трав можно восстановить работу мышц при таком заболевании, как нейропатия? И был ли у вас опыт исцеления таких больных? И как вообще можно с вами связаться? Мышечный тонус, сниженная нейропатия, ситуация понятная. Да, конечно. И насчет связации, я, наверное, сразу же передам информацию. Улица Киевская, 115, Симферополе. Пожалуйста, офис номер 23. Наталья Петровна в последнюю пятницу каждого месяца бывает на месте. И работает врач. Постоянно. Работает там коллектив, я скажу, очень высокопрофессиональный, который готов оказать любую консультативную помощь. Пожалуйста. Значит, сейчас как раз такая пора, спасибо вам за такой вопрос. Сейчас такая пора, когда можно тонизировать и мышцы, тонизировать и почистить сосуды, и почистить вообще весь свой организм. Видите, сколько к нам пришло зелени. Вот шпинат. Он имеет очень много витаминов. И весной, когда тонизировать надо весь организм, берут шпинат, добавляют к салату не уксус, не кислоту, даже лимонную кислоту иногда хозяйки употребляют. Так вот, надо употреблять не кислоту и не уксус, а надо брать и добавлять щавель. Он кислый, он приятный, он тонизирует. И если щавель тонизирует желудок, тонизирует кишечник, улучшает пищеварение, он в то же время и тонизирует мышцы. Хотя, конечно, есть и лекарства, приготовленные из лекарственных растений. Для мышцев надо поставлять кровь. А если обедненные мышцы, если сосуды не поставляют кровь к мышцам, они, конечно же, ослабевают. Это бывает часто у тех людей, у кого сахарный диабет, не будем забывать о таких людях, которых очень много на сегодняшний день. Это у тех людей, которые курят, у них ослабевают мышцы ног и начинается облитерация, там склероз сосудов, а вот уже если склерозируют сосуды, тогда и ослабевают мышцы. Но есть еще такое заболевание, которое вот болезнь Паркинсона ослабевает мышцы или же рассеянный склероз. Тогда молодые люди страдают на то, что мышцы ослабевают. В другой раз даже не может ложку к рту поднести, трясется рука, потому что действительно-таки ослабли мышцы. У нас есть и Паркистен, который мы даем, и даем иммунат в самую первую очередь, укрепляем организм. Если организм будет хорошо себя чувствовать, мышцы тоже будут в порядке. Да, и обменные процессы улучшатся, бесспорно. Еще один звонок, слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня были у вас на приеме, ребеночку после четыре. Вы назначили лечение поджелудочное. Да. Вот. И я бы хотела узнать питание, чем кормить ребеночка лучше. Спасибо. А сейчас, вы знаете, к сожалению, очень много у детей, вот особенно весной, раньше у взрослых людей были язва желудка, панкреатиты. Панкреатиты – это язва желудка или гипероцидные гастрододы, не так, как они шли в паре. Вот. А сейчас, смотрю, у детей тоже очень много больна поджелудочная железа. Ну и сейчас весна имеет как бы оборотную сторону. Солнечная активность усиливается и обостряются хронические заболевания. Я знаю, обычно вот в официальной медицине, когда больной язвенной болезнью, у него спрашивают, рецидивы весна-осень бывают, да? Бывают, конечно. Не только у язвенников, не только у тех, у кого панкреатиты, а даже и у тех, у кого нервная система. И психические заболевания, психиатрия тоже, она имеет страшное обострение. Вот сегодня ко мне как раз приходила одна такая женщина, она очень такая была интенсивно, сильно много говорила. Возбуждённая. Ну я, конечно, прощаю таким людям и терпеливо выслушиваю их, даже если человек говорит, полчаса не умолкай или 40 минут. Я терпеливо жду, когда человек выскажется, потому что это тоже своеобразное лечение. Я хочу вам сказать, что ребёнку вашему надо пощадить немножко поджелудочную железу и лечить желудок. В таком состоянии ребёнку надо давать приправы к блюдам укроп. Постарайтесь взять или зелёный укропчик, он у нас где-то тоже тут есть, укроп зелёный, или же надо брать семена укропа. Это очень хорошо. У ребёнка будет нормально работать поджелудочная железа и спокойно будет работать желудок без всяческих обострений, потому что не будет обостряться, не будет воспалена слизистая оболочка желудка. Ребёнок будет чувствовать себя хорошо. Или зелень, можете даже отваривать, чайную ложку в стакане кипятка или в супчик лазь. И большинство детей, я вот сейчас, мамы приходят, у меня сегодня 40 человек было детей. Только одни дети были. Они, конечно, все шли без очереди, почему-то не записываясь, немножко нам напряжёнку сделали. Но ничего, обижаться на детей не будешь, потому что в самую первую очередь стараешься помочь ребёнку. И люди, те, которые стоят в очереди, они никогда не обижаются. Знают, что по всей Украине у нас дети идут без очереди. И вот приходят и спрашиваешь маму. Смотришь, живот надутый, большой, и у ребёнка запах, вот чувствуешь. Спрашиваешь маму, был ацетон? Она говорит, да. И уже не один раз. Вот присматриваешься. А кто в роду был, у кого был сахарный диабет? Вот смотришь, почки плохо работают у ребёнка. Вот животик такой додутый очень, печень увеличена, желудок растянут, опущен. Вот в таком состоянии тоже надо давать укроп и надо тонизировать желудок. Я всегда мамам говорю, варите кашу пшёную или супчик варите ребёнку. Положите несколько там пшена, небольшое количество, чайную ложку, столовую ложку. Потому что пшено тонизирует желудок, и он уже не такой растянутый, опущенный. И вот спрашиваю, ребёнок много пьёт воды? Да, говорит, очень много пьёт воды и хочет сладкой воды. Это уже начинается, может быть, даже в преддверии сахарного диабета. Если у ребёнка несколько раз был ацетон, поджелудочная железа ослабла, печень увеличена, особенно правая доля почему-то с интоксикацией у такого ребёнка. Желудок такой вот растянутый, как барабан, да ещё и на почке нагрузка какая-то есть. Вот тут вот, конечно, надо ребёнка очень внимательно осмотреть, надо дать лекарства, и надо маме присмотреться к тому, чтобы ребёнку не давать очень много сладостей. Потому что ребёнок понервничал, расплакался, раскричался, и тут уже ребёнка тоже отдаёт на поджелудочную и железу. Тоже может повышаться и ацетон, и кетоацидоз, так называется это? Ну, конечно, в итоге, да, может и уровень сахара. Да, и уровень сахара может тоже повыситься. И ребёнку сразу же, конечно, врачи, если увидят высокий сахар, могут посадить на инсулин, при том дают очень большую дозу инсулина, и потом тяжело очень снять ребёнка с инсулина. Поэтому постарайтесь, поджелудочная железа в народной медицине называется золотник. Если я уже, например, вашему ребёнку дала золотник и гастроулькан или что-то для желудка, давайте целый месяц подавайте это лекарство, и вы увидите уже по ребёнку, он и кушать будет хорошо, и щёчки розовые будут у него, и он будет более активный. У детей, у которых плохо работает поджелудочная атония желудка, они, знаете, они какие-то дети, вот они, они плачут, они капризничают, они ничего не хотят, они кушать не могут, потому что пять ложек сел, и уже в ребёнка тот желудок растянутый уже больше не влазит, потому что желудок уже раздулся, урчание в животе в ребёнка. Такой ребёнок мочится ночью, тоже ещё одно, капризный. И при том, ещё хочу сказать, дорогие мамы и бабушки, я в последнее время замечаю, что у детей со щитовидкой дела, конечно, не совсем очень хорошие. Не во всех детей, но многие дети, гипофункция щитовидной железы. Уже в детском возрасте. Да, когда это такое было, чтобы у ребёнка не работала нормально щитовидная железа? А сейчас вот я особенно почему-то в Крыму отвечаю. Но тут ещё и экология наша добавляет, конечно. Есть ещё один звонок, добрый вечер, слушаем вас. Давайте, говорите. Слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый день, Наталья Петровна. Это вас беспокоит из Сен-Сурополя, Светлана Викторовна. Скажите, вот мне сделали УЗИ и при исследовании, значит, на шейке матки обнаружили кисту, там размерами где-то 106 на 79 на 90 миллиметров. И, значит, в её полости также дочерняя киста есть. Скажите, можно ли бы как-то без оперативного вмешательства что-либо попить или что-нибудь сделать? Спасибо. Я хочу вам сказать, что кисты, эти доброкачественные жидкостные опухоли, они очень хорошо лечатся. Если я вижу, что делают операции, после операции есть рецидивы, вот образовываются опять же кисты там же на шейке матки или даже где-то там на яичниках могут образоваться кисты. Иногда даже бывает, что на почках образовываются кисты. Кисты лечатся в течение 4 месяцев. Надо минимум. Надо иметь терпение и, конечно, отнестись к лечению очень серьёзно. И вы можете вылечить кисту. Вот у нас есть кистолик специальный, адексан. Мы даём ещё, если поликистозы, мы даём асцитан, чтобы все жидкостные эти опухоли охватить, чтобы их можно было вылечить. Поэтому не огорчайтесь. Ну, болезнь такая, конечно, неприятная. Но чем хорошо? Тем, что она лечится. Спасибо. В ритме с таком спринтерском наши телезрители продолжают атаковать телефон 52003. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня интересует, что может помочь при ушибах. И второй вопрос. На глазу узелочки такие. После Боткина они стали жёлтыми. Что можно предпринять, чтобы удалить? Ясно. Ну, во-первых, при ушибах. При ушибах вы помните, наверное, из раннего детства, когда вы падали, ударили коленку, искали где-то листочек подорожника и клали на ушиб, на тот синяк, который возникал, на то больное место. И подорожник, конечно же, снимал эту боль, потому что он удивительное растение. Бог послал нам под ноги для того, чтобы мы, наклоняясь к подорожнику, брали и лечили разные заболевания. И лёгочные заболевания, и желудочные заболевания, а особенно ушибы. И есть у нас такое средство, которое называется, раньше мы называли его противожоговое, а теперь мы называем порятунок. Вот это вот средство лечит от ушибов. Даем во внутрь арнику, если это ушиб головы или ушиб, который принесёт неприятные последствия, потому что после ушибов тоже может возникнуть всё, даже опухоли возникают, вот ушиб молочной железы. Казалось бы, ну так что, ударилась там женщина, или кто-то ущипнул сильно, или что-то произошло, а потом проходит время, и возникает опухоль. Травматического характера. Да, посттравматическая опухоль. И при том, как правило, это бывают злокачественные опухоли. И если мы видим, что это так, отправляем обязательно к онкологу, к мамологу, к гинекологу, отправляем такую женщину, чтобы там исследовали, и не дай Бог не пропустить злокачественную опухоль. Если же это простуда, так у женщины быстрее рассасываются эти опухоли. Ну вот, если вы ушиблись, можете взять у нас эту жидкость, порятунок, и она у вас может стоять год, два, три. И если только ушиблись, бинтик смочили, положили, а сверху плёночку забинтовали, и уже на утро вы встаёте, место того и даже не найдёте, и боль прошла. Но если нету даже такой жидкости, помните, что есть уникальное средство. Можно взять в любой аптеке йод, смазать место ушибленное йодом, но чтобы йод всосался и рассосал весь ушиб, надо взять сверху бинт вдвое сложить, или же такую вот тряпочку какую-то холщовую там смочить у водку, только не в спирт, и сверху на смазанное, на ушибленное место, которое вы смазали йодом, положить вот эту вот тряпочку. Своеобразный сделать такой компресс. Йод хорошо всосётся, и это место у вас будет здоровое. То есть несколько уровней будет, да? Да, здоровое. Можете так, можете так. Иногда ещё на такое ушибленное место после ушиба кладут капусту, иногда раскачивают её пляжкой, бутылкой или же качалкой. Могут даже смазать мёдом. Мёд тоже очень хорошо помогает при ушибах. Спасибо, Наталья Петровна. Следующие наши телезрители уже готовы. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, можно ли народными средствами лечить паховую грыжу у мужчин? Спасибо. Спасибо. Круг вопросов у нас похожий, да? Да, грыжи, конечно, это очень серьёзно. Вот мне сегодня рассказывали, женщина одна рассказывала, что было у мужа ущемление грыжи, он кричал от боли, а врачи не хотели, ну, требовали своё, не хотели там делать операции. И пришлось скандалить. Я вам скажу, что грыжа, это очень серьёзно, лучше не допускать до неё. Грыжи у детей до года мы очень хорошо лечим. Когда ещё ребёнку не исполнилось год, когда это пуповая грыжа, но не паховая грыжа, тогда мы управляем её хорошо очень. И берём, кладём листочек грыжницы, есть такое растение, купина растёт в лесу, вот с ландышами она тоже зацветёт. Я вот показываю это растение, можно накладывать. И таким образом мы даём аарнику. И обязательно надо убрать причину грыжи. А причиной грыжи всегда бывает, конечно, тяжести, когда мужчина там таскал, когда у него увеличена печень, растянут очень и опущен желудок. И тогда бедному кишечнику ему некуда деться. И он ищет слабое место, чтобы вылезти, чтобы выйти наружу. И вот нашёл там у вашего мужа как раз в паху там такое слабое место. Ослабленная стенка брюшины. Бывает так, тут уже, конечно, надо обратиться к хирургам, чтобы они определили тяжести, то есть какая там грыжа. Может быть, даже придётся делать операцию. Операция грыжи тоже серьёзная. Это вам не аппендицит. Тут надо врачам поработать хорошо, чтобы убрать грыжу. Но если вы не уберёте причину, то есть увеличенную печень и растянут, опущен желудок, если муж будет таскать какие-то тяжести, конечно же, грыжа может возникнуть ещё и с другой стороны, или там же может разорваться. То есть сделаем общий вывод. Берегите мужчин. Берегите мужчин. Почему я сегодня встречу нашу начала из мужчин? Потому что многие приходят и жалуются мужчине, что они стесняются, во-первых. Мужчины – это не женщины. Им нужна, так сказать, нянька, то есть запутливая жена, которая может взять за руку и привезти к врачу и сказать, что у него вот такие вот проблемы, не надо как-то бороться с этим. Конечно же, врачи лечат мужчин и советуют женщинам посадить их на обособленную какую-то диету. И не только диету, то есть блюдо готовить. Относительно семечек тыквенных, относительно гранатов все усвоили. Звонков было очень много, за что вам отдельное спасибо. Ещё одна тема от наших телезрителей. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, мне ребёночку 4 месяца находится на грудном вскармливании и постоянные запоры. Вот что я не кушаю, ничего не помогает. Спасибо. Значит, атония желудка, если есть запоры, значит, там плохо работает желудок. Наверное же, там понижена секреторная деятельность желудка. Наверное же, там может быть даже увеличена печень. И самое главное, опять же таки обращаем внимание на поджелудочную железу. Там, очевидно, понижена вермитативная функция поджелудочной железы. Не вырабатываются ферменты и не переваривается пища. И расщепление пищи недостаточно. И страдает от этого, конечно же, кишечник. Я в последнее время вот у детей и особенно у взрослых людей заприметила такое, что запоры бывают даже при пониженной функции щитовидной железы. Но это, конечно, у ребёнка вашего этого нет. Вот, надо наладить функцию желудка. Опять же таки обращаемся к укропу. Подавайте укропную водичку. Вот одна чайная ложка на стакан кипятка. И ребёнку дайте вот этих вот 200 грамм воды выпить за день. И вы уже увидите, за 3-4 дня, на пятый день у ребёнка будет хорошо работать кишечник. Мы даём, в таком случае, даём гепахол, лечим печень и гастротон тонизируем желудок. Даже в таком возрасте? Да, в таком возрасте, да. По одной капельке. В 4 месяца мы даём по 2 капли. По 2 капли на 2 столовых ложки воды. А потом вот эту вот смесь, 2 столовых ложки воды, делим по чайной ложечке перед каждым кормлением даём. И у детей хорошо, отменно работает. И желудок, и печень нормальная, и кишечник тоже. Я думаю, что всё предельно понятно. И разве что, ещё раз напомню, улица Киевская, 115, Дворец культуры и профсоюзов. Левая его часть, где спорткомплекс «Дружба», там 23-й офис. Приходите, пожалуйста. Спасибо, что вы приходите на телефонную линию 52003. Слушаем, вы в эфире. Алло. Что, опять? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена из Сиферополя. Слушаем, Елена. Скажите, пожалуйста, как лечится гепатит С? Ой, гепатит С, это, конечно, очень болезненная тема. Да, и каждый раз, когда мы встречаемся здесь, каждый раз нам задают такой вопрос. И очень больно, что в основном молодёжь, молодёжь и все вирусные заболевания. Я вам скажу, что не только гепатит С. Там, где есть гепатит С, там обязательно есть цитомоговирус, там есть уреоплазма, там есть хламидиоз, там есть ещё вирусы другие какие-то, и вирус герпесный, герпес есть, и многие вирусы ещё попадают в организм. Это, наверное, потому, что в нашей стране, ну, такие вот социальные условия, что ли, нет профилактики у нас. И людям не объясняет, что человек, который имеет какие-то вот такие беспорядочные связи, вот, что человек может заразиться другого человека, именно таким, ну, как сказать, интимным половым путём, что ли. Вот. И это чаще всего бывает. Иногда, конечно, говорят, что там лечил зубы или там что-то лечил, и укол делали. Но это так, только отвод. Вот. Присмотритесь к своей жизни, присмотритесь к своему поведению, с кем вы дружите и как вы дружите. Но гепатит С за последних вот пять лет, я могу сказать уверенно, что поддаётся лечению. Есть такие растения, я опять повторяю, я уже рассказывала, ещё хочу повторить. Есть такое растение, которое называется гепатика. Это печёночница. Да, такое растение, которое помогает восстанавливать паренхему печени. Которые, и другие растения, которые восстанавливают сам организм, потому что ни с одним вирусом не может побороться ни одно растение. Оно же не может. Это, в основном, внутриклеточные заболевания. И надо, чтобы растение это проникло туда, в клетку, убило вирус. И только таким образом можно спасти человека. Но мы усиливаем человеческий организм, который сам должен побороться с вирусами. Иммунную систему у нас с самой вперёд. Чтобы человеческий организм настолько был сильный, чтобы он поборолся с каким-либо вирусом. И только таким образом. Но есть и другие растения. Я уже рассказывала, как мы подбирали растения для того, чтобы лечить эти вирусные заболевания. Это те растения, которые когда-то лечили людей от бешенства, которые лечили людей от укусов, ядовитых гадюк. У нас украинская гадюка – это самая ядовитая такая. Люди находили эти растения и спасали людей. И вот мы сейчас в народной медицине обратились к опыту народной медицины украинской и взяли эти растения. И вы знаете, они очень хорошо помогают. И многие парни, особенно почему-то приходят хлопцы, ребята с гепатитом С, мне очень больно смотреть на них. Они приходят и плачут. Сидит такой здоровый, красивый, молодой парень, сидит и плачет. Потому что ему сказали, что это ласковый убийца, и что это заболевание не лечится и никогда не вылечивается. А он в расцвете сил. Ну, их понять, конечно, тоже можно. Девушки тоже приходят. И вот мы нашли такое средство, которое назвали гепатин. И даём в таком направлении лечить печень. Есть уже опыт применения. Восстанавливать печень. Потому что при гепатите С печень чаще всего возникает какая-то деградация, уменьшается печень. Вот, может, поэтому и называется ласковый убийца. Потому что человек не чувствует, что у него такая печень. Вроде бы ничего не болит. И клинической картины яркой тоже может не быть. И вот мы даём, ещё лечим селезёнку, даём лимфогран, лимфатическую всю систему лечим, печень даём, или гепахол-2, или вот этот вот гепатин. Если сильно увеличена печень, даём гепахол-2. Если она уменьшается, вот, атрофия печени, даём гепатин, даём лимфогран, даём ещё уресепт. Это мы даём от всех вирусных заболеваний. Хламидии, уреоплазма, цитомаговирусы, герпесный вирус, есть ещё и вирусин, вирусан. И вот это в комплексе мы идём, ко всему этому мы ещё добавляем иммунат. И таким образом, знаете, полгода проходит, но обязательно сотрудничаем с врачами официальной медицины. Мы даём лекарства и просим очень врача лечащего, пожалуйста, делайте анализы, вот, ну, с нами общайтесь и говорите, что надо ещё подлечить, и на УЗИ, конечно, ходят, и особенно сдают анализы. И когда мы уже видим, что даже анализ хороший, и что уже врачи, да, что врачи уже довольны лечением, всё равно мы не отпускаем этого человека, потому что месяц-два-три проходит, и опять просим его обратиться, сделать анализы, пролечиться. Или же даже бывает так, что пролечился человек, хорошо стало, а потом весна, слаб организм, и опять какой-то вирус поднимает голову. Поэтому мы, конечно же, помогаем таким людям. Спасибо, Наталья. Потом ещё звонки продолжаются. Мы благодарим вас, наши уважаемые телезрители. А когда же мы поговорим об этом всём? А вот ещё сейчас примем этот звонок. У нас же целый базар, магазин. Да, я смотрю на время, ещё у нас буквально... А Маргаритка, смотрите, какая она красивая. Ну давайте, томительное ожидание одного телезрителя мы удовлетворим. Давайте. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогая Наталья Петровна. Вот попасть к вам на приём пока не могу, но с удовольствием смотрю ваши передачи. Очень вас любим. Вот, хотела бы два таких вопроса задать. У меня трофическая язва на ноге. Врачи предлагают только хирургическим путём, то есть удалять вены, и тогда она вот внизу, значит, пройдёт эта трофическая язва. Но так как у меня был микроинсульт, ишемическая болезнь сердца, в общем, ну, сердечные заболевания, то есть я не могу перенести наркоз. То есть была ещё операция щитовидной железы удаления. И вот эту трофическую язву 6 лет я присыпаю, лечу, бинтую, но она у меня не проходит. Она у меня немножечко затягивается, потом опять. Это вот первый вопрос. Чем-то можно её как-то немножечко затянуть, залечить без операции, на которую я никак не соглашаюсь. Не надо затягивать. И второй вопрос давайте. Он работает в баре в ночном, сам он не курит, занимается спортом. Ну, такая вот работа у него ночная, с вечера до утра. А там курят, и он дышит этим. Приходит домой, начинает очень сильно кашлять. У него вот бронхи лёгкие, то есть забиты вот этим дымом. Ну, вот такая у него работа. Да, очевидно, у вашего сына не просто так это всё от дыма. Очевидно, там когда-то он переболел бронхитом или же воспалением лёгких. И, очевидно, недолеченный ваш сын. Поэтому надо обратить внимание на то, чтобы убрать весь этот застой из бронхов, из лёгкого. А может быть, даже у него понижена функция щитовидной железы. Эти парни реагируют именно так на дым. Вот, можете взять у нас лёгочный бальзам, он может подойти, посоветоваться с врачом, попринимать лёгочный бальзам, очистить свои лёгкие бронхи. И я думаю, что не придётся потом ему дома приходить и кашлять. Относительно вашей раны, спасибо вам за такой вопрос. Не только вы одна. Очень многие женщины, особенно женщины, мучаются с такими трофическими язвами. Это чаще всего бывает тогда, как вы сказали, что у вас нарушена гормональная система. Щитовидку удалили, там сердце больное, а значит и печень увеличена, а значит и плохо работает поджелудочная железа, и, наверное же, повышается сахар. Потому что у людей, в которых нормально работают пищеварительные органы, у которых работает нормально щитовидка, у них хорошо циркулирует кровь. И не бывает такой трофической язвы, не бывает варикозного расширения вен. И мы лечим такое заболевание. Вы можете подойти, вам очень повезло, потому что у нас только недавно начала выходить такая мазь, которую мы называем целюща. И может быть даже у вас когда-то на ноге было рожистое воспаление, рожистое воспаление, такое бышиха. Может быть и такое было. И рана теперь не заживает. Почему? Потому что нарушена трофика, нарушена циркуляция крови, вены расширены. Вот там, очевидно, и тромбофлебиты есть. И вот тут вот надо очень серьезно подойти на варикозное расширение. И такие раны, как у вас, лечатся, но только в условии, чтобы вы не ели сладкого, вообще ничего. То, что где есть сахар, ни конфеты, ни варенье. Там иногда меня спрашивают, а варенье можно? Я говорю, если вы с солью его варили, можете немножко кушать. Но с сахаром нельзя восстановить функцию поджелудочной железы и восстанавливать кровообращение. А когда оно наладится, кровообращение? Тогда, когда не будет стоять в печени крови там пол-литра или литра, когда вся кровь будет в циркуляции. Свежая, нормальная, хорошая кровь. В таком направлении вот мы вылечим. Спасибо, Наталья Петровна, показывают мои коллеги, что буквально три минутки. Давайте теперь мы звонки оставим уже на следующую программу или на письма в адрес нашей редакции. Пожалуйста. Вот что бы вы хотели в завершении все-таки акцентировать? Ой, я бы все хотела. Нет, давайте по порядку. Значит, ну давайте по порядку. Маргаритка, это единственное растение, которое лечит спинной мозг, которое помогает людям встать на ноги, которым сделали операцию или брали пункцию. Или же делали операцию, человек не может ходить, атрофировалась у него вообще ноги, кровь не поступает в нижние конечности. Это растение поможет вам встать на ноги. Дальше. 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 Верба. Сейчас сокодвижение. Верба, смотрите, какая она пушистая, какая она красивая. Один такой котик, если вы дадите ребенку, можно даже сварить его у полстакана воды и сварить один-два котика и дать ребенку, это вы поможете ребенку при гельминтозе, если у ребенка есть паразиты. Сами же можете брать кору вербы. Она хорошо сейчас очищается для того, чтобы лечить все заболевания, суставы, сосуды и варикозное расширение вен. И облитерация, все лечится при помощи вербы. Если больные суставы, обязательно варите вербовый чай. Редиска. Только почалась я впервые. Вот сегодня я увидела редиску. Я вам скажу, редиска у вас козырная. Да. Это наша, крымская? Да, конечно. Красавица, просто красавица. Вы используете, дорогие хозяюшки, вы используете только корнеплод. Никогда в жизни не выбрасывайте ни одного листочка. Покажите им листочки зеленые. А, вот давайте крупные листочки. Значит, листочки не выбрасывайте их. Там больше витаминов, нежели в самом корнеплоде. Вот красненький, конечно, очень приятно. Хрунтит хорошо. Но в листьях намного больше витаминов. И хорошие свежие листья кладите в салаты. Обязательно в какой-либо салат. Кроме того, можете высушить, если там листочки повяли. А потом потереть. И микозные поражения кожи. Присыпайте, и микозы уйдут. Лук, который повышает секретурную деятельность. Деткам давайте, те, которые не хотят кушать. Салат вот этот, один листочек салата утром натощак ребенку дайте. Целый день обеспечен будет аппетит. Кроме того, салат имеет очень много витаминов и микроэлементов особенно. Но учитывая, что мы имеем огромное количество еще предложений, но не имеем времени. Но вы сами виноваты, Наталья Петровна. Разрешили мне все звонки выводить в эфир. Помните? Самое основное, это герой дня. О, одуванчик. Если вы за весну не наедитесь салатов одуванчика, считайте, что вы себя не любите и свое здоровье тоже вы не цените. Здоровье это дар Божий, и его надо ценить. О, одуванчик весной Бог послал на землю, чтобы мы были здоровы. Кроме того, я еще добавлю ваши фразы о том, что в здоровье залог мудрости и счастья. И красоты. И красоты. Спасибо вам огромное, Наталья Петровна. Напоминаем, друзья, что сегодня в очередной раз мы порадовали, надеюсь, вас встречи с Натальей Земной, президентом Всеукраинского общества «Зеленая планета». Приходите в офис номер 23 на Киевской 115, смотрите нас каждую последнюю пятницу месяца, и доктора готовы вас проконсультировать в течение всего месяца. Бесплатно. Да, но о резюме это уже на телеканале «Неаполь» и только. Сегодня очередная была программа на заданную тему. Мы говорили о здоровье. О здоровье, которое мы можем сами себе подарить, если будем прислушиваться вот подобным мудрым советам Натальи Земной. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!